Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем цикл наших лекций. Меня зовут Глушенко Владимир Анатольевич, я заведующий научным отделением анестезиологии, реаниматологии и алгологии Национального медицинско-исследовательского центра онкологии имени Петрова. Сегодняшняя наша лекция, она общая, это первая лекция, мы разбираем общие вопросы о анестезии у пациентов высокой степени риска. Казалось бы, хорошо известно, кто такой высокой степени риска пациент, но это, наверное, действительно казалось бы. Почему? Потому что многие известные системы оценки риска, они не отражают, в частности, объемом мешательства, технические трудности проведения анестезии. И вот в данном случае пересмотренная шкала АСА в 2014 году, она, конечно, дополняет предыдущую классификацию, но, с другой стороны, она тоже не отвечает на очень многие вопросы. Ну, вот, скажем, какой бы вес у пациента не был запредельный, все равно пациент будет относиться к третьей группе риска. А с другой стороны, обратите внимание, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, она относится к четвертой степени риска. Ну, и здесь тоже мы можем найти некоторые несоответствия, если посмотрим внимательно на эту таблицу. Но надо сказать, что все-таки плюс то, что классификация физического состояния, она с примерами. И мы хотели бы дать свои клинические примеры, чтобы посмотреть все-таки, что такое пациент высокой степени риска по сложности выполнения операции, по сложности проведения анестезии и по проблемам сопутствующей патологии. К сожалению, все фотографии, которые я сегодня буду показывать, это то, что за последние полгода, это наше время, шесть месяцев назад у пациентки первые признаки рака яичника, вы видите индекс массы тела 64,6, вот ход операции, оперативного вмешательства, в принципе, у пациентки безвыраженные сопутствующие патологии, но вы видите по ходу самого оперативного вмешательства, насколько близки крупные сосуды артериального русла и венозного русла. Вот препарат, который удалили наши хирурги. Высокая степень риска у пациента, конечно, высокая степень риска. А вот объемы оперативного вмешательства. Циторедуктивная комбинированная операция, правосторонняя гемиколоктомия, гастроктомия, холецистоктомия, спленоктомия, передняя резекция прямой кишки, перитонемомоктомия, внутрибрюшная гипертермическая химиоперфузия. Пациент тоже безвыраженной сопутствующей патологии, но как провести в переоперационном периоде, особенно в послеоперационном периоде этого пациента, конечно, это большие сложности, пациент был успешно выписан. Вот примеры пациентов, которые, в частности, сейчас находятся у нас на лечении в отделении реанимации. Псевдомиксома брюшины, вы видите удаленный брюшной сальник, большой сальник, вы видите желчный пузырь, желудок, селезенку, малый сальник, паритальную брюшину, толстую кишку с дистальным отделом подвздошной кишки. По поводу рака червеобразного отростка, оперирован пациент с множественными метастазами, тоже, вы видите, удален большой сальник, селезенка, желудок, паритальная брюшина, тонкая кишка и правая половина толстой кишки. Мезотелиома брюшины, повторяю, это за последние полгода, операции, которые были выполнены в нашей клинике, была удалена брюшина правого бокового канала, правого купола диафрагмы, желчный пузырь, большой сальник, правая половина ободочной кишки, тонкая кишка и тазовая брюшина и матка с придатками. Во всех трех случаях пациенты соматические, неотягощенные, но понятно, что операция травматичная и после операционного периода крайне тяжело будет проникать, поэтому мы тоже относим и таких пациентов к высокой степени риска. Вот, в частности, примеры пациентов тоже без выраженной сопутствующей патологии, но проблема интубации у этих пациентов мы визуально видим достаточно серьезные, как и в данных клинических примерах. Это, в частности, молодая женщина, которой была удалена верхняя челюсть справа. Это максимальное раскрытие рта. Она поступила к нам для видеоторакоскопии, биопсии узлов из левой плевральной полости. Максимальное раскрытие рта. Необходимость двухпросветной интубации, вентиляции однолегочной. Конечно, здесь тоже сложности мы можем себе представить, как встретиться в отношении проблем трудных дыхательных путей. Невозможность проведения непосредственно масочной вентиляции у данного пациента, тоже трудность по проведению непосредственной вентиляции и интубации. Интероперационно в ряде случаев приходится дополнять нам методики и модернизировать методики анестезии. В частности, вы видите, выполнена раздельная интубация главных бронхов. Правый главный бронх интубирован трансторакально однопросветной трубкой. Пациенты с морбидным ожирением. Мы уже говорили, что риск по АСА не выше третьей степени. Но то, что трудности могут возникнуть, особенно если эти пациенты не в плановом порядке оперируются, все понятно, могут быть большие трудности с непосредственной интубацией трахеи, поддержанием проходимости дыхательных путей. Проблемы анестезии у кормоорбидных пациентов общеизвестны. Ежегодно в Европе выполняется около 6 миллионов экстракардиальных операций. У пациента с выраженной сопутствующей патологией с очень большой летальностью 0,3%. Эти пациенты все требуют особой предоперационной подготовки. В то же время часто врач-анестезиолог этого пациента видит буквально накануне операции. В прошлом году предоперационный период в нашей клинике от момента поступления до операции составил А1,2 койка дня. Сейчас эта цифра, думаю, меньше. А пациент поступает к нам буквально за 2 суток, сутки в клинику. И, естественно, подготовить этого пациента бывает чрезвычайно сложно. С другой стороны, мы ставим вопрос о необходимости участия анестезиолога на поликлиническом этапе, так как первый раз пациент обращается к врачу-онкологу за 2 недели, за месяц, а иногда бывает и за 2 месяца, и ходят по кругу, проводя различные обследования и дообследования. Время осмотра на одного пациента перед операцией, обратите внимание, только 41% анестезиологов осморит своих пациентов более 25 минут. Тоже вопросы решить довольно сложно за этот период осмотра. Поэтому за рубежом сейчас появилась новая медицинская дисциплина, наука, перепроективная медицина. Это оказание медицинской помощи от предоперационного периода до полного восстановления пациента после операции. Очень важна здесь роль анестезиологов, коррекция особенно нарушений в предоперационном периоде, оценка риска. Предоперационное обследование большинства пациентов проводится лечащим врачом, хирургом или основным лечащим врачом, и лечащий пациентам высокого степени риска направляет на консультацию к врачу-анестезиологу. Я хотел бы рассказать о той дооперационной стратегии, которую сейчас мы используем непосредственно в нашем институте. За основу мы взяли, на наш взгляд, очень хороший опыт работы наших зарубежных коллег, рационально, еще в дооперационном периоде провести оценку пациента, а именно оценка риска. И здесь мы должны понимать в практической деятельности, какая разница оценка риска между интернистами, врачами-терапевтами, хирургами и анестезиологами. Поэтому необходимы, конечно, внятные протоколы обследования до поступления на плановую операцию. Необходимо определить общий риск не только непосредственно по состоянию пациента, его сопутствующей патологии, но и того объема оперативного вмешательства, которое будет предпринято у пациента. Поэтому проводится также и стратификация риска. Что означает медицинское разрешение на операцию? Об этом мы поговорим с вами чуть попозже. И как вообще расценивать заключение, противопоказаний к операции нет. И, конечно же, это должна быть персонифицированная оценка пациента непосредственно перед самим оперативным вмешательством. За основу мы взяли следующий алгоритм предоперационной хирургической оценки. При поступлении непосредственно обращения к врачу-онкологу, врач-онколог, в частности, хирург, он определяет непосредственно оценку риска хирургического вмешательства. Она хорошо известна классификация, высокий, умеренный, низкий. Дальше проводится оценка функционального статуса, плохой он или приемлемый. Тоже определить это достаточно просто. И клинические оценки идут клинических предикторов ишемической болезни сердца, сердечная недостаточность, компенсированная или имевшаяся в анализе, цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет и почечная недостаточность. А дальше происходит принятие решения по направлению согласно пунктам А, Б, С. Если да, из пункта С хоть один есть, то отправляется пациент непосредственно к врачу общей практики, терапевту или кардиологу. Если 1,5 нет, но плохой функциональный статус и риск пациента высокий, то пациент должен быть направлен обязательно к кардиологу. Если 1,5 нет и приемлемый функциональный статус, то дополнительные консультации на предоперационном периоде не требуются. И здесь очень важно следующее. Когда мы работаем с нашими коллегами-врачами-терапевтами, мы должны помнить, что запись, утверждающая, что операция не противопоказана, не является достаточной для разработки плана безопасной анестезии. Следует требовать запись, констатирующую имеющиеся медицинские проблемы у пациента, методы лечения, а также результаты диагностических тестов. Мы здесь представили, так, дентологически постарались закрасить те учреждения, откуда мы получили эти справки. Врачи-анестезиологи часто с этим очень сталкиваются. Пациент с выраженнейшей сопутствующей патологией и запись противопоказаний для оперативного лечения нет. Ни оценка риска, ни подготовка предоперационная, ни о чем речи не идет. А здесь вообще удивительно, идет речь тоже о пациенте с выраженной сопутствующей патологией, но заключение совершенно непонятное, рекомендации по питанию, и пациент приходит к нам с этой справкой на госпитализацию. Предоперационный алгоритм тестирования очень важен. На наш взгляд, это должно происходить уже во время осмотра терапевтом. Но каким тестом отдать предпочтение, это вопрос. Я хочу еще раз сказать, что, уважаемые коллеги, сегодняшняя лекция, она общая. И следующие лекции, последующие, они будут раскрывать те основные положения, на которых мы сегодня хотим остановиться. И, возможно, вам это в последующем будет интересно, и, возможно, состоится у нас дискуссия. Мы планируем по данной лекции прочитать еще 4 лекции, в том числе это предоперационное тестирование пациента с целью определения степени риска. Хорошо известны риски развития сердечно-сосудистых осложнений по Гольману, детски, ЛИ. Но, уважаемые коллеги, что нам говорят эти риски? О том, что риск у пациента будет высокий при операции, но мы и так это понимаем, глядя на пациента и в виде его сопутствующей патологии. Кроме того, опубликована была очень интересная работа из уважаемого мной профессора Козлова Игоря Александровича. Его ученик провел исследование и определил, что эти индексы, они не очень хорошо работают в наших клиниках. Посмотрите, оптимальная чувствительность и специфичность должна быть около 80%, а в данной ситуации наиболее оптимальный индекс детски, чувствительность 65%, специфичность 68%. И как-то пессимистически звучат слова главного редактора очень серьезного журнала «Ланцет» Ричарда Хортона. «50% опубликованных рецензируемых исследований являются поддельными, с наукой все очень просто. Большая часть научной литературы, где-то большая половина просто не соответствует действительности и ложна. Одержимость поисками модных тенденций, сомнительной важности и наука погрузилась в темноту». Но давайте с более таким оптимистичным подходом подойдем. Итак, стратификация риска, она нужна обязательно и должна документироваться. Это очень чрезвычайно важно нам с точки зрения юриста и пациенты, особенно родственники пациентов, они должны предупреждаться о высокой степени риска пациента, идущего на операцию. И ни один инструмент стратификации риска не отвечает, к сожалению, всем характеристикам идеальной системы оценки и должен использоваться с учетом их ограничений. Пожалуй, наиболее лучшие разработанные предоперационные алгоритмы тестирования у пациентов в таракальной хирургии, где за основу берется доставка кислорода к органам и тканям. И по проведению предоперационного алгоритма можно определить компенсаторные возможности пациента и определяется резекция, возможно, в полном объеме, объем резекции определяется возможным и прогнозируемым послеоперационным уровнем или выполнение лобоктомии и пневмоноктомии не рекомендуется, и рассмотреть необходимы другие методы терапии. По такой оценке у наших зарубежных коллег примерно 37% таракальных больных признаются функционально неоперабельные при резектабельном раке. Что важнее, функциональная операбельность прооперировать можно. Вы видели те объемы операций, которые выполняются и дальше пойдет медицина, а именно хирургия в онкологии по расширению оперативного вмешательства или функциональная переносимость. Сможет ли перенести пациент данную операцию? Ну и что нам, к сожалению, дают реально оценки риска? Наиболее оптимальные, наверное, на сегодняшний день, и хочу сказать еще раз повторить, что будет отдельная лекция, подробная лекция на тему различных тестов, используемых для предоперационной оценки функциональной операбельности. В частности, вы видите этот слайд, кардиопульмональные тесты, используемые для предоперационной оценки функциональной операбельности в таракальной хирургии. Только вот если мы берем с вами не центры, ведущие центры, которые очень хорошо обеспечены аппаратуры, берем районные больницы, то есть ли возможность в этих больницах, в этих учреждениях провести данные тесты в жизнь. Что брать за основу? За основу, в частности, мы взяли документы, а именно ГОСТы. Это приказы министерства и это клинические рекомендации, в частности, Федерация анестезиологов и аниматологов Российской Федерации. При осмотре пациента есть клинические ситуации, которые требуют временной отмены плановой операции или немедленного обследования и лечения, а именно стенокардия покоя, стенокардия покоя, требующая частого использования нитратов, дисфункция левого желудочка, выраженная фракцией выброса левого желудочка менее 30, перенесенный свежий инфаркт миокарда менее 90 дней, легочная гипертензия, систолическое артериальное давление в легочной артерии выше 60 мм тотного столба, тяжелая хроническая сердечная недостаточность, АВ-блокада второй-третьей степени, желудочковая тахикардия, продикардия с эпизодами асистолии более 3 секунд. Клинические ситуации, которые требуют выполнения кардиохирургической коррекции и ревоскулиаризации. Первые 3, это понятно. Предоперационное выполнение коронарографии и ревоскулиаризации рекомендовано у пациентов с острым коронарным синдромом, подъемом сегмента СТ, рекомендовано у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ, достоверность, вы видите, очередь случайно высокая этих рекомендаций. предоперационное выполнение коронарографии и ревоскулилизации рекомендовано у пациентов с тяжелой стабильностью на кардии клиника, которая сохраняется на фоне оптимальной медикаментозной терапии. А вот то, что мы очень часто в своей практике встречаемся, это проведение коронарографии может рассматриваться. То есть это не четкая, жесткая рекомендация у пациентов со стабильным течением ИБС, которым планируется выполнение операции высокого кардиального риска. В онкологии, в частности, очень большое количество операций, очень большая доля операций, которые как раз и относятся к операциям высокого кардиального риска. И вот здесь, конечно, на сегодняшний день нами не решен вопрос в отношении возможности использования коронарографии, так как внутри непосредственно института у нас этой возможности нет. А вот работая с центрами, у нас нельзя сказать, что с кардиологическими центрами в этом отношении, именно по этому разделу, именно по этому разделу, хочу подчеркнуть, потому что, в частности, когда необходима серьезная операция ортокоронарная, шунтирование, замена клапанов, то у нас здесь взаимодействие очень четко налажено. А вот по этому разделу, к сожалению, с кардиохирургами мы пока и с кардиологами не очень хорошо налажены. Когда требуется дополнительная консультация к кардиологу, уважаемые коллеги, позвольте, я не буду подробно останавливаться на этом и следующем слайде, потому что эта тема будет последующей нашей лекции, где мы подробно будем разбирать непосредственно логистику работы врача-анестезиолога на догоспитальном этапе. Когда рассматривается необходимость проведения обследований врачом общей практики или терапевтом, мы тоже данный слайд, позвольте, я разбирать его подробно не буду, мы ссылаемся здесь на публикацию Миллера 2014 года. Что можно сделать реально в предоперационном периоде? В предоперационном периоде, как правило, мы можем отследить пациента за две недели до госпитализации. Но за две недели до госпитализации, кроме того, что править пациента надо обследование и коррекцию сопутствующей патологии, мы можем относительно эффективно коррегировать и анемию. Хорошо известна связь анемии с летальностью, чем меньше уровень гемоглобина, тем выше риск летального исхода, и все последствия анемии, они могут проявиться в послеоперационном периоде, тогда, когда старания врача-хирурга могут свестись на нет из-за выраженной анемии. На данном слайде видно, что летальность в течение 30 дней после операции в зависимости от наличия анемии и факторов риска резко-резко возрастает. Мы, к сожалению, летальность за 30 дней анестезиологи, как правило, не видят, поэтому эти цифры для нас иногда бывают достаточно новыми. Очень интересное и немножко такое необычное требование, которое предъявляется сейчас за рубежом пациентов при поступлении в клинику. Гемоглобин должен быть перед операцией не менее 130 грамм на литр. Мало в ряде случаев достижимое, но к этим цифрам мы, конечно, должны стремиться перед операцией. Каким образом можно провести коррекцию анемии непосредственно в предоперационном периоде? Это препараты железа в первую очередь, но нужно отметить, что это препараты только для внутривенного использования. Эти препараты могут способствовать и две недели лечения могут способствовать подъему непосредственно гемоглобина на 20, а в лучших случаях на 30 единиц. К сожалению, эритропоэтин, содержащие препараты в онкологии есть работа, могут уменьшать выживаемость, поэтому в основном мы используем препараты железа. Трофологический статус. Хорошо известна взаимосвязь низкого индекса массы тела с продолжительностью жизни в послеоперационном периоде. Хорошо известны показания к нутритивной поддержке во время подготовки к операции. Индекс массы тела ниже 19 кг на квадратный метр, гипопротенемия ниже 60 г на литр, гипоальбуминемия менее 30 г на литр, лимфопения и сопутствующая патология по 3-4 степень АС. Единственное, что можно предложить, но достаточно эффективно и 2 недели действительно может дать эффект, это сиппинговая терапия. Сиппинговая терапия должна применяться дополнительно. И в тех цифрах, которые в данном случае здесь отражены на слайде, еще раз хочу остановиться, что более подробно и анемия, коррекция анемии и сиппинга будет изложена в следующей нашей лекции. Таким образом, мы стараемся использовать на сегодняшний день в нашем институте следующую логистику. Осмотр пациентам первоначально хирургам, определение целесообразности вмешательства, оценка хирургического риска, назначение стандарта клинико-лабораторных исследований. Далее идет осмотр терапевта, сбор анамнеза и нужно постараться внедрить оценку функционального статуса пациента. После этого пациент при необходимости осматривается более узкими специалистами, идет предоперационная подготовка и пациент дальше осматривается врачом-анестезиологом, который принимает окончательное решение и я хотел бы подчеркнуть, в том числе через консилиум. Здесь очень важный момент, что именно коллегиально нужно принимать решение о проведении анестезии и операции у пациента с высокой степенью риска. Мы начинали поликлинический этап два с половиной года назад. Вел прием врач-анестезиолог, в лучшем случае рядом находился в соседнем комитете врач-терапевт. На сегодняшний день врач-анестезиолог проводят одновременно прием с врачом-хирургом, врачом-терапевтом, ангиохирургом, невропатологом, кардиологом и нутрициологом. И сразу можно решить непосредственно эксконсилиум тот или иной сложный вопрос, который может возникнуть. Мы, к сожалению, ну, наверное, не к сожалению. Мы только в начале этого пути. Вот. И многие... Вот я читал, есть лекции еще где-то год назад. Слайд был здесь немножко другой. Сейчас происходит немножко уже видоизменение подхода к данной ситуации, данной проблемы. Но на сегодняшний день все равно пока мы не смогли решить следующие проблемы, это механизм отбора пациента к непосредственно, чтобы он дошел до врача-анестезиолога на поликлиническом этапе. Необходимо создание алгоритмов подготовки. И речь идет, конечно, о качестве подготовки, потому что не просто должна быть констатация врачом-анестезиологом, что пациент непосредственно подготовлен, а должна быть оценка той подготовки, которую прошел непосредственно пациент. Антибиотика, профилактика. Позвольте не останавливаться подробно на этом вопросе. Это весьма неплохо сейчас изложены эти вопросы. Есть проблемы, да, проблемы есть серьезные, но есть ГОСТа, по которым можно работать. И этот вопрос, в общем-то, в целом проработан весьма неплохо, так же, как и тромбопрофилактика. Тромбопрофилактика. При медикации пациенты даже в высокой степени риска, они сейчас часто очень идут по программам фаст-трека, которая оправдана во многом. Но тот минус, который есть при программе фаст-трека, пациенты не получают, как правило, такой выраженной, или мы иногда говорим, тяжелой при медикации. И в рекомендациях указано, что пациенты перед операцией не следует рутинно назначать седативные препараты, так как они замедляют восстановление в раннем послеоперационном периоде. Но здесь, на наш взгляд, конечно, нужно уметь работать врачу-анестезиологу, психологически с пациентами, которые поступают к нам на операционный стол. Интероперационная стратегия. Вопрос чрезвычайно сложный, во всяком случае, для решения пока в нашей клинике. Это устранение гипотермии. Известно, что даже умеренная гипотермия, снижение на 1 градус температуру, увеличивает потерю крови, потребность в трансфузиях, повышает риск послеоперационных осложнений, аритмии, озновов. И считается, что во время операции необходимо поддерживать режим нормотермии с помощью специальной системы обогрева и переливания теплых растворов. Я относительно неплохо знаю ситуацию по нашему городу, по другим клиникам нашей страны. Конечно, этот вопрос еще далек, к сожалению, от разрешения. Требования к анестезии. Необходимо использовать стандартизированный протокол, подчеркиваю, сочетанный анестезией, предусматривающий минимизацию хирургического стресса, достаточного уровня анальгезии и седации, надежную контролируемую миорелаксацию с применением сугомадекса для быстрого выхода из наркоза. В рекомендациях по проведению анестезии достаточно высокая степень достоверности, и это понятно, никого не вызывает удивления, что у пациентов с высоким кардиологическим хирургическим риском должно быть рассмотрено применение целенаправленной терапии. Важную роль отдается по возможности, если нет противопоказаний, проведению сочетанной анестезии, в частности, используя нейроаксиальных анестезий. И очень важный момент, хотел бы обратить на эту строчку. Должно быть рассмотрено предотвращение артериальной гипотонии, снижение среднего артериального давления ниже 60 мм тотного столба в течение длительного периода, более 30 минут. Вот очень интересные цифры, которые опубликовали наши зарубежные коллеги. Риск развития остропочечного повреждения, остросердечной недостаточности и повреждения миокарда в зависимости от длительности гипотонии. Чем более длительнее у нас клиническая картина гипотонии, тем выше риск развития данных осложнений. Переоперационное нарастание веса и смертность. Видно четко, что резкое увеличение процента смертности, летального исхода при переоперационном нарастании веса. Поэтому ставится вопрос проведения оптимальной инфузионной терапии. И здесь на сегодняшний день нужно сказать, что и гиповолемия, то есть рестриктивная терапия, отношение к инфузионной терапии, рестриктивный подход может способствовать гиповолемии и как такову развитию осложнений. Так как и непосредственно гиповолемия, гиповолемия, свободная инфузия пациентов малоконтролируемая, она может также привести к серьезному осложнению. Но есть вопрос, как попасть в этот прямоугольничек, тогда, когда наиболее оптимальный вариант инфузионной терапии. Считается, что нужно использовать цель-ориентированную инфузионную терапию. Вот последний год появляется сообщение о так называемой ЭО-инфузионной терапии, которая направлена практически на восполнение только тех затрат интероперационных и тех затрат физиологических, которые происходят непосредственно у пациента. В высокую степень достоверности проведение инфузионной терапии следует осуществлять сбалансированными элитролитными растворами. Назначение инфузионной терапии должно основываться на данных, полученных с помощью малоинвазивных методов гемодинамики контроля. Вот это я хотел бы подчеркнуть. И при развитии гипотонии, связанной с эпидуральной анестезией, при нормовой лемии, тоже подчеркнуть нужно, нормовой лемии следует использовать вазопрессоры. Мы часто используем, особенно в послеоперационном периоде, для алгоритма лечения синдрома низкосердечного выброса по классификации профессора Еременко, тогда, когда оценка сердечного индекса позволяет нам определить постнагрузку, контрактильность преднагрузку и определять непосредственно, что нужно пациенту вазодилитатор, использовать инотропные препараты, либо использовать инфузионную терапию. Иногда бывает на словах это гораздо проще, чем сделать на самом деле. Клинический случай. Мезотелиома плевры справа. Состояние после четырех циклов химиотерапии. Стабилизация. Выполняется операция торакотомия справа, плеврактомия, декортикация легкого, изолированная химиоперфузия плевральной полости, фотодинамическая терапия плевральной полости. Правая легкая, обратите внимание, уважаемые коллеги, уменьшена. Лески плера неравномерно толщины с мелкими узелками. Операция, которая шла около 12,5 часов. Выполнение плеврэктомии. Следующий этап – декортикация легкого. Препарат парилитальной плевры. Можно было его немножко и растянуть побольше, но вот вы видите, 21 сантиметр, как чулочек, как будто сняли с легкого. И вот в данном случае это легкая. Легкая до химиоперфузии, а это легкая после химиоперфузии. Понятно, что любая капля инфузионной терапии лишняя, а может быть даже и не лишняя, она будет непосредственно всасываться и оставаться вот в этой легочной ткани. Частота осложнений гемотрансфузии на сегодняшний день, может быть, она и по большинству осложнений невелика, но вот отсроченная реакция, они достаточно часто все-таки встречаются, практически до 3%, а в ряде случаев на основе иммунологии, иммунологической реакции, эти реакции бывают непредсказуемы. Вот вы видите в данном случае фатальная пострансфузионная реакция трансплата против хозяина у пациента после аортокоронарного шунтирования, где все биологические пробы были все совместимы. Ставится вопрос, как уменьшить кровопотерю. Казалось бы, что решает во многом вопрос правильная инфузионная терапия, о которой мы говорили чуть выше, а также использование аппарата Селсевера. К сожалению, в онкологии, именно в нашей инструкции, в России записано противопоказание осложнений, хирургическое вмешательство в области злокачественного новообразования может стимулировать диссеминацию опухолевых клеток в случае их аспирации в аутотрансфузионную систему. То есть в данной ситуации мы можем столкнуться с серьезными юридическими проблемами. Уменьшить кровопотерю может управляемая гемодилюция, использование ауто-крови, управляемая гипотония и использование различных препаратов, на которых я сейчас позволю себе остановиться. Антифибринолитики. Очень много полезного, нужно и добрых слов сказать, нужного в отношении терапии с использованием таранексамовой кислоты. Многие годы она работает, но вот с последних годов появляется начинает все больше и больше сообщений, что влияние таранексамовой кислоты на тромбоэмболические осложнения и летальность до конца не изучено. И этот вопрос требует проведения дальнейших исследований. В своей работе, кроме использования таранексамовой кислоты, мы ориентируемся также на ГОСТы, используем десматпрессин, апритенин, использование практически у нас, мы не используем его, эритропоэтин, и в некоторых ситуация препарата активирована седьмого фактора. В частности, рекомбинированный седьмой фактор мы используем при лечении гипотермической коагалопатии, только нужно помнить четко, что мы должны коррегировать непосредственно ацидоз, потому что может быть именно ацидотическая коагалопатия в этот момент. И рекомендуется использование данного препарата совместно только с коррекцией ацидоза. Возможность использования данного препарата off-label может быть рассмотрена как комплексная гемостатическая терапия, когда терпит неудачу, мы использовать начинаем рекомбинированный седьмой фактор. Таким образом, данный препарат может быть рассмотрен как когда обычные гемостатические возможности были исчерпаны. И вот здесь я бы хотел четко подчеркнуть, что в работе, конечно, очень необходимо использовать данные тромбоэластографии и именно на них ориентироваться. Терлопресин, синтетический полипептид, аналог вазопресина, гормона задней доли гипофиза, препарат, который был предложен для лечения кровотечения из варикозно-расширенных венопищевода из планхоцинической области. Мы достаточно широко используем этот препарат и видим очень хорошие результаты. И в том числе мы обратили внимание, что сочетание нейроаксиальной блокады и терлопресина предупреждает артериальную гипотонию и уменьшает степень кровопотери одновременно использования данных препаратов. Триггерные показания к использованию переливания переносчиков крови, эритроцитов, это потеря 25-30% ОЦК, сопровождающая снижением уровня гемоглобина, ниже 70-80 грамм на литр, гематокрита ниже 25%. Это приказ Минздрава 2013 года. В практике мы используем и ориентируемся также и на рекомендации следующей, что мы можем и должны использовать переливание непосредственно эритроцитов, есть и уровень гемоглобина 100 и ниже при нестабильности на кардии, при стабильности на кардии цифра 90 грамм на литр, ну и далее 80 и 70 грамм на литр, это уже остальные случаи, о которых мы с вами говорили. Необходимо тщательно обеспечить оптимальную работу врачу-хирургу, для этого нужен нейромышечный блок. Очень хорошо знакомая ситуация в операционной, когда хирург говорит, что есть напряжение брюшной полости, анестезиолог подвергает это под сомнение, но я должен все-таки сказать, что чаще всего, конечно, миорелаксацию нужно углублять, углублять, это хорошо очень видно при использовании методов лапароскопической хирургии, когда идет лапароскопический доступ. Но здесь встает другой вопрос. Как обеспечить реверсию блока? Экстубация в случае нормального течения анестезия должна проводиться в операционной, в том месте, где есть опытный персонал, оборудование условий для немедленного оказания помощи. И здесь, конечно, на помощь приходит в качестве реверсии блока такой препарат, как СОГОМАДЕКС. Послеоперационная стратегия направлена на эффективное обезболивание. У больных с лапаротомным доступом для обезболивания целесообразно использовать эпидуральную анестезию на основе местных анестетиков и опиоидов. При лапароскопических операциях альтернативой служит мультимодальная анальгезия. Мы не можем на сегодняшний день уйти даже при эффективной эпидуральной анестезии, особенно при травматичных операциях, когда очень большое количество необходимо блокировать сегментов от такого препарата, как морфин. Да, он имеет, к сожалению, достаточно большое количество недостатков. Считается, что для обезболивания онкологических пациентов целесообразно назначать также ингибиторы СОГ-2 в сочетании с опиоидными анальгетиками для нивелирования негативного влияния последних на иммунную функцию. Много очень говорится в последнее время о нестероидных противовоспалительных средствах. В частности, есть работы, которые показывают, что препараты данной группы увеличивают, к сожалению, риск несостоятельности анастомозов. Самый оптимальный вариант это, конечно, мультимодальный подход к анальгезии. Это более одного препарата, более одного класса препаратов, более одной методики анальгезии. И в данной ситуации я хотел бы, уважаемые коллеги, обратить внимание, что наиболее оптимальным способом является блокада боли до вхождения в задние рога спинного мозга. И мы здесь должны отдавать предпочтение различным видам регионарной анестезии и использованию местных анестетиков, но и, в частности, также противовоспалительным средствам. Много говорится о простых, так называемых, ну это в кавычках, простых вариантах регионарной анальгезии, как альтернатива эпидуральной анальгезии. Если врачи совершенствовавшие владеют данной методикой, то эффект действительно бывает чрезвычайно хороший. Я бы здесь хотел бы отдать должное нашим коллегам с Архангельской области, которые очень широко используют данные методики. И то, что я видел, работает очень хорошо. И, в частности, вы видите, что можно эффективно обезболить в послеоперационном периоде и вот такие обширные операционные раны. Но все-таки мы отдаем преимущество эпидуральной анальгезии. С учетом того, что развитие блокады происходит до операции, это очень важно, более выраженная степень защиты от стресс-ответа, более надежная фиксация и возможность более длительного использования эпидуральной анальгезии. И вот здесь речь идет, конечно, очень важно о методах проблеванной эпидуральной анальгезии. Это речь идет об использовании помп. Многие отмечают, что основным недостатком является то, что в послеоперационном периоде может у пациента развиться артериальная гипотония. Я хочу сказать, что за последний год, наверное, даже больше, я не встречал ни разу ни одного случая артериальной гипотонии на профильных отделениях, куда мы переводим пациентов непосредственно для использования в послеоперационном периоде одноразовых помп. Но, возможно, это с одной стороны опыт отделения накопился, но то, что бросается в глаза, есть такой недостаток, когда мы переводим пациента с отделения реанимации, у нас обычно в отделении реанимации используется для пройденной эпидуральной анальгезии непосредственно перфузоры, то мы отключаем пациента от перфузора и переводим на отделение пациента, и вот этот промежуток отключения и постановки помпы проходит в ряде случаев, видно, не такой уж и маленький, и у пациента возникает в этот период как раз выраженный болевой синдром, который приходится купировать не просто используем одноразовый помп, но зачастую и препарат какого-то другого ряда фармакологическими препаратами, поэтому здесь, конечно, очень важно, наверное, использовать уже при переводе одноразовый непосредственно одноразовый помп с одной стороны, а с другой стороны лучше использовать помпы, которые можно довести болюсом, более большую дозу местного анестетика, чем при использовании чаще встречающихся помп. Когнитивная дисфункция и делирия это достаточно серьезная проблема, потому что ранняя активизация пациента невозможна в случае развития этих побочных эффектов. Нарушение развития ребенка и появление поведенческих расстройств у оперированных детей выше на 60% в сравнении с неоперированными близнецами. Это очень такое хорошее исследование, четкое исследование, которое было проведено нашими зарубежными коллегами. Частота развития послеоперационно-когнитивных дисфункций составляет 10-26%. Взаимосвязь четкая между наличием послеоперационно-когнитивной дисфункции и летальностью в течение года после операции от этой статистики нам никуда не уйти. Какая есть профилактика? Профилактика достаточно ограниченная. Есть, в частности, работы профессора овезово указывают на эффективность препарата цитофлавин, который обладает антиоксидантным действием, метаполотропным эффектом, нейротропным эффектом, кардиопротективным эффектом. Достаточно сложно этот препарат входил в нашу практику, потому что ни в одном из исследований наших зарубежных коллег этот препарат не отмечался, особенно в рекомендациях с высокой степенью достоверности. Но здесь самое интересное, нам помогли наверное та организация, которая у всех сейчас на устах, на устах ВАДА, по такому препарату, как мелдронат. Нужно помнить, что антиоксиданты и антигипоксанты, они в большей степени обладают не быстрым действием, а так называемым накопительным действием. У нас тоже будет отдельная лекция потом по данным группе препаратов. И по когнитивным дисфункциям. Разница между использованием препаратов ингаляционного анестетика современных проводилось исследование между севофлюраном и десфлюраном не показала разницы в развитии когнитивных дисфункций, а вот анестезия на основе севофлюрана, по всей видимости, и десфлюрана была связана с лучшим состоянием когнитивной функции в краткосрочном послеоперационном периоде по сравнению с анестезией на основе пропофола. Также хотел бы сослаться на работу профессора Авезова. Обратите внимание, это была доложена работа на конгрессе в Берлине в 2013 году об эффективном использовании перепрессионной защиты мозга использовался церебролизин, который также улучшал когнитивные функции и приводил к снижению риска со стороны психики после аортокоронарного шунтирования. В послеоперационном периоде очень важно при лечении пациента варит, в первую очередь, надо устранить боль, а потом возбуждение и делирий. Обезболивание прежде седации. Седация должна быть минимально достаточной, избегать использования бензодизепинов, пользовать дексамитамидина, избегать длительную высокодозную инфузию пропофола. Ранняя мобилизация является одной из мер предупреждения непосредственно делирия и активизации пациента по системе фаст-трек. Через шесть часов после операции возможно пациенту разрешить сесть в постели, можно встать первый раз при помощи, с помощью непосредственно персонала. Данный слайд мы взяли у наших московских коллег, видите, через пять часов после операции гемиколоктомия пациент встал. Раннее вставание способствует раннее восстановление нейтрального питания, допускается потребление более 300 миллилитров жидкости в день операции при колороктальных видах операции. И очень важно, чтобы на отделениях были рекомендации по ведению пациентов как интероперационном и послеоперационном периоде. В частности, мы здесь отразили итоговые рекомендации проспект, где отдается предпочтение либо использование таракальной эпидуральной анестезии, то есть сочетанной анестезией, либо используется комбинированная анестезия, когда есть противопоказания к эпидуральной анестезии. Разбираются вопросы непосредственно ляпароскопический доступ, либо не ляпароскопический доступ, сам вариант разреза, использование обезболивания в интероперационном периоде, в послеоперационном периоде, на основании интенсивности боли в послеоперационном периоде, каким препаратам должно отдаваться предпочтение. И я должен сказать, что не все, наверное, клиники укомплектованы одинаково, поэтому здесь вот я опять же ссылаюсь на наших архангельских коллег, они молодцы, долго очень, насколько я знаю, пробивали эти методические рекомендации, но смогли это сделать, протоколы переоперационного обезболивания. Почему очень важно иметь эти протоколы для каждого своего лечебного заведения, потому что мы тогда будем в какой-то степени юридически защищены непосредственно администрацией. И вместо заключения, уважаемые коллеги, дальнейший прогресс в области безопасности пациента при анестезии потребуют междисциплинарного исследования профессиональной подготовки и совершенствования систем безопасности, организационного обучения и вовлечения всех уровней системы здравоохранения, наличие юридически потребленных приказов. И в заключение я хотел бы поблагодарить всех, кто слушал и поблагодарить сотрудников нашего отделения, благодаря которому сегодняшняя лекция была не просто перечислением литературного обзора, но и того материала, который мы взяли из своей повседневной практической практики. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok